Всем привет! Меня зовут Евгения, я лицензированный риэлтор в городе Варшава. Сегодня поговорим о том, как осуществляется оплата за недвижимость при покупке от застройщика, либо на вторичном рынке. Очень часто мои клиенты не знают, как это происходит, спрашивают, можно ли заплатить наличными, можно ли привезти сумку с деньгами в офис к застройщику. Давайте разберемся, что можно, а что нельзя. Когда вы покупаете недвижимость от застройщика, у вас будет график платежей. Вы не платите всю сумму сразу, вы не получите никакой скидки, если вы заплатите всю сумму сразу. Все очень просто, потому что эти деньги не попадают напрямую к застройщику, а остаются на таком эскроу-счете в банке. То есть банк-посредник, он держит ваши деньги и по частям выдает их застройщику по мере выполнения строительных работ. Поэтому все переводы должны быть безналичные. То есть вы должны со своего счета в банке, либо польского банка, либо любого другого, делать переводы на счет застройщика. Если покупаем на вторичном рынке, тут тоже есть два варианта оплаты. Первый – это через нотариальный депозит, когда вы перечисляете деньги на счет нотариуса, и нотариус после сделки переводит их продавцам. Если сделка не состоялась, они возвращаются к вам на счет. Второй вариант – это в день сделки, после подписания нотариального акта, вы сразу же делаете перевод продавцам на счет. Когда поляки говорят «закуп готовковый», это имеется в виду, что вы покупаете за собственные деньги, не кредитные. Они не имеют в виду, что могут принять от вас готовку в нашем понимании, в сумках вы придете и заплатите за эту квартиру. Они имеют в виду, что да, они с удовольствием примут от вас ваши деньги, потому что это собственные деньги, не кредитные. То есть в польском понимании готовка – это собственные деньги. И поэтому они соглашаются, да, можно готовкой, конечно, потому что для них это то, что вы не будете привлекать кредитные деньги. А если вы их спросите, можно ли я физически вам принесу в пакете деньги, они сделают квадратные глаза и скажут, как, а как я их проверю, как их посчитаю, тут не принято так. Поэтому готовьтесь к тому, что нужно будет делать перевод, официальный банковский перевод, либо со своего счета в Польше, а его нужно будет открыть, тоже если нужно, сниму об этом отдельное видео, напишите в комментариях, нужно ли об этом видео, либо со своего счета заграничного. Но, например, сейчас из Украины сделать перевод невозможно банковский, остается только открывать счет в Польше и делать переводы со своего счета в Польше на счет продавцов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что еще по поводу денежных оплат вам интересно узнать и постараюсь ответить на ваши вопросы либо в комментариях, либо в следующих своих видео. До новых встреч!